Церемония возложения цветов к памятнику великого полководца Великой Отечественной войны Георгия Жукова состоялась 23 февраля в Екатеринбурге в честь Дня Защитника Отечества. В торжественном мероприятии приняли участие представители командования Центрального военного округа и силовых структур Уральской столицы, руководители Екатеринбурга и Свердловской области, офицеры и солдаты Екатеринбургского гарнизона, члены городского и областного совета ветеранов. Екатеринбургской традиции возложения цветов к памятнику Жукову скоро исполнится 20 лет. Этот монумент, созданный на народное пожертвование к 50-летию победы уральским скульптором Константином Грюнбергом и установленный в мае 1995 года на площади у штаба военного округа, за два десятилетия стал одним из главных символов Екатеринбурга. У его подножья в любое время года можно увидеть живые цветы. В середине 20-го столетия, после окончания Великой Отечественной войны, Георгий Жуков, будучи в опале у руководства страны, жил и работал в Свердловске, управляя всеми войсками Уральского военного округа. И, конечно же, оставил свой яркий след в истории города и Урала в целом. Поэтому, отдавая дань полководческому таланту легендарного командующего в День Победы и в День Защитника Отечества, части Екатеринбургского военного гарнизона, воспитанники Сулуровского училища, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации в Екатеринбурге проходят церемониальным маршем по проспекту Ленина мимо бронзового Жукова, приветствующего их со своего вечного постамента на вздыбленном коне. Поклониться маршалу Победы постоянно приходят и жители, и гости города. А 9 мая и 23 февраля у модемента традиционно проводится церемония возложения цветов руководителями города и области, военачальниками, представителями Екатеринбургской общественности. В Артемовском городском округе памятники, посвященные подвигу нашего народа, в Великой Отечественной войне также украсились живыми цветами. В День Защитника Отечества внимание артемовцев было направлено и на другие воинские мемориалы города, посвященные отдельным родам войск и событиям боевой славы наших земляков. В преддверии 23 февраля и в сам праздник в нашем городе и окрестностях прошел ряд мероприятий по чествованию защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны и участников вооруженных конфликтов в новейшей истории России. Нужно отметить, что особое внимание в эти дни было приковано к событиям в Новороссии, ведь война, которая там идет, и наша боль. Боль братского народа простых людей. Особенно приятно, что во всех мероприятиях, связанных с подготовкой и празднованием Дня Великой Победы, у нас в городе принимает активное участие молодежь и подростки, будущие защитники Отечества, продолжатели славных ратных уральских традиций.